доброе утро очередной день и у нас потоп с тыла зашел вот сейчас вот так вот раз хопа а Натягиваем крышу Ставлю панели И буду испытывать Насколько хватает энергии от панелей Для того, чтобы плыть Будем смотреть за показателями Панели установлены Вот таким образом Растяжки сделали панели И когда тянули уголок Я надеюсь, не испоганили мы панели Боже мой, это будет вообще фиаско Все, катамаран солнечной батареи Уже идет зарядка Здесь мы все убрали Помидорки полностью чисто оставляем Какие-то шкурки Туалеты закопали Все чисто Вообще, конечно, это удивительно Как быстро прибывает вода Уже все, лужа здесь Прямо остались считанные минуты у нас Машины переставляем наверх Загружаю скатамаран И стартую туда за мост К Лехиному отцу На пристань Потом Ваня за мной едет Забирает, привозит тачки Мы привозим машины Либо я на велике приеду Но лучше, чтобы Ваня приехал Нормально прошел Все, машины там Ваня остается А я на катамаран с бостиком Нам предстоит Такой нормальный путь Вот он, наконец-то Мы с ним один на один Это же невероятно круто Редактор субтитров Идем против течения Но по ветру Но паруса у нас нету Только крыша Хорошо идет Замеряю приборы Насколько солнечных панелей Прихватает для зарядки аккумуляторов Субтитры сделал DimaTorzok Страшно капец Волны нереальные Впереди вон видно, надеюсь Ветер подгоняет Мотор сопротивляется Течение Вон какие волны Подруливать все время приходится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, я нормально припарковался Я только учусь Миссия завершена Успешно я доплыл Нереально вообще был ветер Мне было страшно В общем, планируем сейчас Как дальше двигаться У нас есть план Как же приятно на буханочке ехать Это просто какая-то прелесть Я уже заскучился по рулю Ой, да Вот таких показателей удалось добиться Потребление 20 ампер Мы знаем, что панели выдают 14 То есть, общее потребление мотора 34 ампера А вот что творится в Питере В данный момент времени Пока у нас в Астрахани Плюс 31 Просто невероятно Питер Ау, ты чего? Оставляю на память Как мы с Фаней Вызадились на берег И пошли в ресторан Нам было важно Чтобы провести вот время В цивилизации И классно покушать И не мешать ребятам Потому что мы уже их Замучили Такое впечатление Так, ну вот теперь пойдет у нас дело Побольше возьму Груз Здесь у нас уже в облачко Ее много Мама Леши Просто так закидываем Без удочки Удочка сломалась Все Оно и так хорошо ловится Так, у меня новая снасть Работает Вот так все по-простому Поехали быстренько Рубрика Крутые подвалы Я тут уже вижу Огромное пространство И там еще Что, ну давай Пошел туда Пошли сюда Пойдем сюда Отопительная процедура Класс Так, это у меня мужская зона Мужская зона Отлично Без перебойник Которого хватает На сутки Прекрасный набор Так что Мы туда Автономно Прекрасный Уже все проложили Кабель Тут у меня Вещь все Специально Для А что она такая Большая Ну пока и есть Вау Оооо Запасы У тебя тут Конкретные Тут у меня все Тут Ладно Все тут сделали Электричество Сантехника Слив Ну короче Все тут есть У меня тут Вот это Единственное место Маленькое будет Для входа Остальное Полки будут Если мы будем Прилежать Как эти Как цыгане Короче Черные Здесь Можно помыть Здесь Здесь Туалет Заленочек Осталось Померть Ассекенно Ассока Да Есть дураки Класс А есть Кончены Знакомьтесь Это Аня Она короче Шарит Взвездных Воинок Дарт Вейдера Чубака Он Туда Вставляются Батарейки Он еще И ходит И издает Очень интересные Звуки Йода Оби-ван Оби-ван Кеноби Да Это тоже Классно Боба Фетт Вау Мандалорец Вот здесь Стоп Если что Сколько металла Не будешь Возьмите Моей голове Давай 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 Пока Всего хорошего На самом деле Просто Давай Распуши их Еще И потрогай Потрогай Их Питерская Тачка Дорогие друзья Мы отправляемся В нашу экспедицию Сколько времени Это у нас займет Я не знаю Но как минимум Наша задача Пройти По течению Переночевать Здесь Прямо на платформе На катамаране И завтра вернуться Вот эта программа Минимум Мы намерены Ее осуществить Именно об этом Мы мечтали Когда в холодном Питере Пол зимы Строили Наше творение С вами Так что Давай Интерпрайс Не подведи Один аккумулятор На мотор Второй аккумулятор Для холодильника Я решил делать так Будем двигаться Не очень быстро Экономить энергию И тогда мы пройдем Долго Сегодня спокойно И хорошо Ребята Зацените прикол 3,9 ампера Идет зарядка И мы идем На малом ходу Теченница нам тоже Помогает Короче Мы заряжаемся И плывем Здесь у нас 15 ампер Выдают Выдают Панели Экспедиция В самом разгаре Мы уже добрались До нашего места Где раньше стояли Обратите внимание Все затоплено И это прекрасно Потому что Что-то новенькое Для нас Выдвигаемся Идем дальше Панели нам Выдают 15 ампер И вот этот режим Обеспечивает В общем Зарядку аккумулятора 4,5 ампера И получается Что Бесплатная энергия Поступает На мотор И мы продолжаем Идти Офигенно Это просто идеально Вот мы и идем Три узла Ну скажите Крутизна Вообще С таким видом Еще просто Вау Идеальная Сегодня погода Прикол Аккумулятор Сейчас заряжается 9,5 ампер И мы идем Давайте Прибавляем 6,7 ампера Идет зарядка Моторчик Крутит Прибавляем Неадекватный звук 4,8 ампера Идет зарядка Выйдем 5 ампер Идет зарядка Ну течение Просто Нас подхватило 4 ампера Идет зарядка И мы плывем Оставлю так Конечно В моменты Когда мы останавливаемся Это просто прекрасно Потому что Зарядка идет 14 ампер Мотор Не потребляет Сейчас Красота С винтом Все окей Но какие-то звуки Пошли Видимо Что-то уже не то С подшипником Будем Смотреть Вообще Я очень доволен Продолжаем тестировать Заходим в какие-то Интересные места Вот так выглядит Наш катамаран Да Конечно Крыша Такая себе Но Она выполняет Свою функцию И самое главное Что держит Солнечные панели Все в порядке Вещей мы взяли По минимуму Однако Даже газовый гриль С нами Автономка Шторки Все Вещи Спальники Кастрюли И даже Холодильник Вот такой Вместительный Катамаран У нас Получился Да Конечно Крыша Такая себе Доложите Обстановку Модернизация Мотора Прошла успешно По желанию Капитана Работает Благодарю Так будет Намного Удобнее Потому что Я задолбался Тут сидеть Реально Это Выматывает Немножко Да другое дело Вообще Сижу Как Царь Блин Куда Сейчас Выровняемся Нормально Во На всякий случай Вдруг вы подумаете Что он Больше У нас Не едет Вот Максимум Как Скала Вообще Вань Сними Там На носу Что происходит Вот так Вот Сверх Что происходит Вот Давай Повышаю За Внедрение Инновации Повышаю У тебя До помощника Капитана Спасибо Так у меня Рука Уже Офигела Рулить Поэтому Я дал Ответственное Распоряжение Направляю Определили Стратегию Кайф Это вот Ваня Вот это Не кайф Это Бензин Это Грохот Заражение Планеты Нашей А вот Вот это Кайф Мы Четыре Узла Нифига Руки У меня Уже Вообще Настоящие Маникюр Надо будет Делать По приезду Вань Ты будешь Делать Маникюр В общем Как только Капитан Отвлекся На секунду Все Началось Вы понимаете Да Мне глаз До глаз За ним Нужен Хотим Порыбачить Здесь Снимаем Якорь Да Снимаем Якорь И погнали Попробовали Половить Но ребята Ловят Воблу Нам Вобла Не очень Интересно Нам бы Карасиков Пожарить Но еда У нас Есть Маринованная Курица Даже есть У нас Вот Поэтому На гриле Мы ее Приготовим Вообще У нас Тут все Зашибись Мне очень Нравится Как все Выглядит Как мы Расположились Ну вот И вот Решение С вот Этой Поверхностью Просто Гениальное Молодец Ваня Понимал Как все Это Будет Выглядеть В итоге Мы довольны Зарядка Идет Вопросов Ноль Вся Система Функционирует Специально Не вынимаю Из коробки Потому что Вот Например Сейчас Он Реально Горячий Раз И Уже Не попадает Поднялся Ветер Такой Прямо Серьезный Нас Сносят Периодически Но Впереди Нас ждет Несколько Островов И мы Намерены Доплыть До них В итоге И Надеемся Спрятаться От этого Ветра Будем Пробовать Пока Тянет Хорошо Штурмовое Предупреждение Кто хотел В море Выс Давай Пошли Моторчик На максимуме Пока справляется Ждем Там Сейчас Будет Вход Между Островами Пройдем Спасемся От этого Шторма Откуда Он взялся Вообще Вообще Классное Место И Тарзан И Тишина Вау Еще И Полянка У нас Есть Как Хорошо На берегу И Когда Такая Тишина 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 Давайте Я покажу Наш Быт 7 градусов Окей Ладно Справляется Уже Уже Хорошо Да Я Уже Взял Тут Вещи Было 2,5 Сейчас Уже 4 Ампера Несмотря На то Что Тенек Тут Есть Небольшой Спасибо Солнечные Панели Они Нам Дают Заряд И Мы Едем На Этой Электрической Энергии Замариновали Потому Что Я Взял Гриль Газовый Это Рыболовные Снасти Тут У нас Вода Это Печка Отопление Мы Будем Ночевать Прямо Здесь У Нас Такие Опускающиеся Шторки И Будем Ночевать В общем На Борту 7 Километров 230 Метров Мы Уже Прошли Но Сами Видели Какая Ситуация Была Штормовая В итоге Все Окей Так Тут У нас Не Очень Ага Давай Погнали Гопро Останови Видео Уже Дрэйфуэм Уже Дрэйфуэм 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 Ваня Ваня Перевязывает Опять Этот Удлинитель Хотя И без Него Тоже Норм Немножечко Мы Движемся По Течению Очередная Стоянка Заряжаемся Без Остановки Я уже Искупался Охладиться Очень Жарко Мы Развернулись После того Как прошли 12 километров И Вернуться В ту Тишину За Остров И Там Уже Оставаться Потому Что Вечерей Мы На воде Уже Более Пяти Часов Находимся Вот 12 Километров Мы Сделали Разворот И Сейчас Идем Против Течения Поэтому Пришлось Поднять Парус Немножко Он Помогает Но Скорость 2.6 Узла То есть Туда Было 4 Сейчас 2.6 Вот так Время у нас Поздновато Мы Почти 8 часов Уже На воде Находимся Проголодались Я Сразу Экономлю Время Ставлю Нашу Курочку Замаринованную Ваня Рулит Идем В спокойное Место Вот где Были Днем Парус Подняли Но Что-то Он Не Очень Короче Нам Дойти Вот этот Остров Завернуть И там Будет Тихо И тепло А пока Мы вынуждены Мерзнуть Офигевать От всего Этого Тут Рыбнадзор К нам Подъехал Понятыми Будете Говорить Целый Час Ну и мы Убежали От них У нас же Скорость Какая Достойная Ой Слава Богу Блин Все Мы На месте Привет Чудо Место Опять Мы тут С тобой Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Кирпичики очень нам пригодились Хорошо получается Еще хотим порыбачить Поэтому оставим пока открыто Стенку Тепло на улице Готово У нас есть даже труба У нас в квартире газ А у вас Все класс Мы реальные дикари уже Все одичали Ночуем Просыпаемся Быстро валим И короче все Миссия выполнена Я на полную катушку Вообще тут отдохнул После такого отдыха Еще отдых нужен точно Но я сделал то что хотел Это главное Это главное Я буду прям вот В шортах И в футболке У меня Очень хороший Спальник Плюс Есть автономка Спок ночь В 05 Когда снимаю Так Не очень Темно Когда Ну вот так Просто вау Самолет Самолет Очень хорошо Продолжаем спать Ну вот Я вернул опять На уровень Номер 3 Легкий Такой Ваня говорит Что ему жарко В спальнике А в голову Дует Ну у меня Тоже Тоже Так Ну и у меня Такой капюшон Я накрываюсь И все В спальнике Очень тепло Я доволен Доброе утро Великий путешественник Какие планы Это тут уже Мужики Ваканы Еще планов нету Понятно Ждем капитана Значит Доброе утро Капитан проснулся Готов Завтракать И отправляться В путешествие По поводу Аккумулятора Значит Смотрите Ситуация Какая То что я Показывал Что мы едем Ничего не тратим И заряжаемся Да Это действительно Было так Потом мы решили Топануть По полной программе И почему-то Не учли Что скоро Сядет солнце И так далее В общем Мы решили По максимуму Пройти Сделали это Там Чуть больше 12 километров Мы прошли На этом аккумуляторе На максимальной скорости И уже развернулись Чтобы возвращаться В нужное место В итоге Мы прошли Около 14 километров И сработало БМС Хлоп Подключило его Вот В аккумуляторе Сейчас около 30 процентов Заряда Ну то есть Все в порядке С ним Все классно И так далее Вот Но заряжаться Вечером Мы уже не смогли Сейчас с утра Мы в тени стоим 0,8 ампера Получает В общем Переставляться Не будем Второй аккумулятор Было 89 процентов В нем где-то И Холодильник Он поддерживал Автономка Всю ночь Я думаю Что сейчас у него Там процентов 70 все равно Осталось Нам его точно Хватит Чтобы добраться До дома Ну а пока Будем идти Второй тоже Будет подзаряжаться Идти нам Где-то Часа два Может быть Три Пути Поэтому Я думаю Что все у нас Будет окей Вот так Максимально Отвратительные условия Мы идем Против течения Ветер идет Вот оттуда На нас Тормозит И сносит Вот в ту сторону Вот смотрите Почти что Против ветра Идем И против течения И против ветра Скорость Два узла Два и два Аккумулятор Вот-вот Вырубится Но нам осталось До места спасения У нас этот остров Закрывает Вот видите По крайней мере Ветра не будет Нам полегче Будет идти Снизим скорость И начнем заряжаться Мы идем Оба аккумулятора Уже Все Один заряжается Едем на втором 35% Осталось Через 5% ВМС Его обрубят Наверное Где-то мы встанем На часик Хоть немножко Подзарядимся И дальше Уже пойдем В том режиме Который я показывал Вчера Но Насколько он будет Эффективен Против течения В этом будет вопрос Старший помощник Предложил Запараллелить Два аккумулятора Два больше чем Один Я не верю В то что Это сработает Потому как Ну Смысла Это не имеет Да Амперы мы получим Побольше Но по времени Ну может Выиграем Там минут 10 Ладно Делаем Пробуем Начнем двигаться Два аккумулятора В параллели Не сработали С одного Начало тянуть 11 ампер На второй Стало приходить 20 Короче Потому что Солнечные панели Тоже в связке В общем Сейчас отключили Самый слабый Где мало Осталось Заряда Подключили Там где 31 с половиной Процентов Заряда И идем Малым ходом У меня сейчас Заряжается Аккумулятор Который Остался В сети На 1 и 2 Полтора Ампера Вот Таким Небольшим Ходом У нас сейчас Полтора Узла Всего лишь Но ничего Зато мы идем Но это правда Круто Мы реально Продолжаем идти Энергия Не падает В аккумуляторе Наоборот Потихонечку Растет Стараюсь Держать Полтора Два Ампера Чтобы зарядка Шла Постоянно Мониторю Состояние Подруливать Конечно Приходится Просто уже Мы сейчас С Ваней Прикалываемся Я сижу Там в телефоне Надо было По работе Кое-какие Задачи Поставить И я сижу Сам в телефон Смотрю А рука Сама уже Ходит Я уже Чувствую Тело само Чувствует Куда и как Надо подруливать Вот это Экспедиционник Мы идем И заряжаемся У меня уже Там плюс Полтора процента Зарядки Мы прошли Уже Так Прилично Черепашки Тут плавают Уже не буду Показывать Настраиваться В общем Да Это реально Круизное Судно У нас получилось И мы сейчас С Ваней Рассуждаем По поводу Блин Вот в Карелии Без течения Насколько Круто Он себя Покажет Вот будем Планировать Теперь Без течения Без течения У меня просто На той удочке Другая снасть Я не заморачиваюсь Вот так На воблу Мне вобла Неинтересно Я просто ради удовольствия Это делаю Так Других поймал Одна была там Соскочила Немножко Вобла Вобла Вот она сейчас Пошла Вобла Сейчас кстати Второй день Когда разрешена Охота На воблу Какая-то Она больная Чем-то покрыта Была Чешуя Шершавая Вот Вот это уже Хорошенькая Рыбку половили Немножко Расслабились А то Че мы Прям Прям И прем А теперь Поехали Задний ход Поехали Поднять паруса Смотри как работают паруса Вы видите как они надулись Скорость Обратите внимание Здесь Выставлена Короче Один ампер Зарядка Идет Во Погнали Хопа Все Понеслась Остановка Редактор зуб До В Ответ Во У Добрый Так Хопа Хопа ветра дикие поэтому вырубаю звук вообще на ноль чтобы снимать вот такие кадры просто опять 2 но там был сазан и там была щука и снял этих выпускаем сидим ждем заряжаемся опять всегда когда ветер в лоб это проблема поэтому надо как следует сейчас зарядиться 15 ампер поступает так что нормально даже если мы выдержим минут 40 нам хватит совершить рывок до следующей перемычки между островами там уже мы спрячемся от ветра так что все мы уже совсем одичали с ваньком но все круто так показываю наш быт из еды остались только овощи спасибо ребятам злати и владимиру берем ножик вот тут он у меня был осталось немножко воды квас но вода у нас есть еще здесь это питьевая из питера наша из скважины помидорка уже одна осталось очень вкусные помидоры сейчас мы с вами его поделим они выживали как могли и даже парус настроен и тащит нас вперед вот это бомба вот это я понимаю и и мы кстати идем и заряжаемся и вообще как красота на вторые сутки пути вы уже поняли чё и как надо делать слились с обстоятельствами и природой мы зашли вместо нашей стоянки тогда первый раз вон костер вот тут стояла буханочка вы зацените вся поляна в воде до поразительно ну вот мы дальше заплыли солнце выйду чтоб солнечные панели заряжать ой как тут холодно однако мана но мы это сделали подходим к мосту остается буквально метров 200 и мы на месте это было замечательное путешествие спасибо астраган спасибо ваня спасибо катамаран и прекрасная река специально сделал запись с дрона чтобы посмотреть как со стороны выглядит мой катамаран и конечно вот не лучшая идея посередине реки идти по течению против ветра либо наоборот и когда мы были в экспедиции конечно мы выбирали берег на котором нет ветра но часто нам приходилось поворачивать именно туда куда дует ветер либо откуда он дует в общем катамаран был испытан самых суровых условиях вы могли в этом убедиться и показал себя с наилучшей стороны его маневренность потрясающе вот смотрите какой поворот он выполняет течение слева направо сейчас идет и катамаран продолжает двигаться хотя там уже зарядки совсем минимальная осталось но для того чтобы снять оставил ну как вам вид со стороны как будто он абсолютно не управляем да да понятно мы вы выплыли уже мы знаем как он движется у нас было там время на туда-сюда потом мы заценили что на таких волнах он реально способен на что-то уже почти что все разобрали сейчас еще ребят детей покатаю немножко там заряда осталось в аккумуляторе кстати вот ссылка на телеграм-канал где ребята уже столько крутых советов по надпо надавали один из последних что надо идти вдоль берега с подветренной стороны тогда все будет круто мы воспользовались этим советом хотя с придумали его сами но это как бы понятно да там где бушуют апокалипсис туда вообще не хочется идти и хочется идти как раз подветренной стороны чтобы все было хорошо этим мы и пользовались но не всегда это было возможным потому что иногда нужно было именно на ту сторону причаливать ну ну и все так вот короче мы добрались это наш опыт все точно очень круто и офигенно что такие сложные условия были в итоге поэтому мы смогли протестить максимально гостика с нами не было потому что его накануне покусал дэйв шла кровь мы его оставили подъезжаем когда выйдет постик а пасть у него бри бай и тут кое-кто хочет вам передать привет до басти не уже накупался очень меня хорошо встретил на сейчас он немножко обижен на меня потому что я его забросил в воду он упирался вот он под машиной сидел есть грязный покажи свою пупу но все она уже вот небольшие остатки есть то что дэйв его кусанул и и бостик с нами не поехал ночевать отдыхал ну и молодец вот такой красивый сейчас высохнет будет очень белый белый как приятно быть чистым и спокойным иду присесть на диванчик мы уже сложили полностью катамаран полностью укомплектовал я буханку вау вот это чудо было вообще приключение так приключение с удовольствием сейчас цивилизации потусуюсь дворники накрылись моторчик сняли ваня помог мне офигенно будем сейчас смотреть ну бывает такое что буханочки раз и что-нибудь происходит вот на этот раз дворники я кстати о них думал когда ехал сюда думаю дворники это же такая распространенная фигня вот нам повезло всего лишь моторчик вот правда мы искали его сейчас долго потратили много времени по жаркой астрахани но мы нашли ваня сейчас ставит его ему неудобно я думаю если бы я туда подлез возможно у меня бы удобнее было бы короче говоря у него руки большие он сам длинный буханочный быт вот у меня шифонер здесь у меня ванна часть кухни вот тут у меня гардероб не надо делал на газоне опа мы с ваньком затарились рыбой всякими там салатами еще ну сейчас нам на стол надо чё-то не с собой еще взять в питер подарки там оба все такое и вот у меня вопрос но я уже его произнес кстати ответ лучше рыбой отравиться чем салатом как вы считаете напишите пожалуйста в комментариях ваше мнение о Ребята, доброе утро. 23 апреля, 7 утра. Мы стартуем из города Астрахань в город Жирновск, Волгоградской области. Около этого города есть места силы, природной силы. Ваня нашел это место, ему интересно. У меня завтра очень серьезные переговоры по скайпу, поэтому мне нужно место тихое с интернетом и так далее. Мы уже там забронировали жилье, 750 примерно нам ехать дотуда, поэтому стартуем пораньше. Буханочка исправна, фолькс тоже шуршит, все хорошо. Дополнительные аккумуляторы поставили в сеть, у нас холодильники, даже морозильники там, ну и так далее. Вот, набрали гостиницу домой. Желаю вам супер дня, мы погнали, буду сообщать, какие там штуки с нами будут в дороге происходить. Пока. Яндекс. Проложи маршрут, город Жирновск, улица Лесная Поляна, дом 2. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Похоже это и есть та самая дамба С пеной Я думал это снег или лед Это пена Тебе очень повезло Все в порядке? Зря мы здесь приземлились В Жирновске вообще-то, ребята И нас ждет прекрасный вот Замок Люкс двухкомнатный Погнали, Бостик Где балкон? Туда О, шикарный Бастин Вот тут теперь Давай, держи Молодец Отличный у тебя вид Так, заговорились Сейчас нам откроет Ваня Замок Руками Ага, не открою Я тут вообще-таки Хоромы Вастин, наверное, ты со мной будешь спать Так, давай, Ваня, разложим Большущий диван И постелим И постелим Он порадуется О, зацените Мы даже экопарк нашли И там есть кафе Сейчас мы покушаем с Ваней там Ребята, приятного аппетита И вам Вот у нас есть щи Вот мясная сырная нарезка Овощная Гренки Доброе утро Еще даже из шести нет А мы уже с Бустиком на улице Хорошо тут Он может погулять Вдоволь По клумбам не ходи А то наша гостиница Лесная поляна Будет возмущаться Буханочка безопасности Тут переночевала Не-не-не Пошли Бостик Будут еще люди С которыми Мы сделаем В рамках крутых кейсов Совместный юз Это может быть Либо какой-то Совместный рецепт И я участвую В соревнованиях И я намерен победить Значит мы Патер на первом этаже Но Это на самом деле Не самое интересное Потому что я живу в Громе В котором есть Оля живет в Лос-Анджелесе И показывает нам Вот как она живет И не уйдет из окна Но там сейчас ночь Если выйти на крысу То мы его открываем Я уже знаю Что у нас есть Поведители первого раунда Так скажем Вот И будет возможно Сейчас послушать Еще 6 человек С двух групп Поэтому Кто-то из вашей группы Будет А вот и Богдан Абсолютно неординарный Предприниматель Очень горжусь тем Что мы с ним подружились Отправимся к нему В гости на Кипр У него офис Там он там живет Команда крутейшая В общем будем брать У него интервью Оля Вот это победительница Первое место заняла Просто умничка Павел Слепаков И Сергей Каратеев Спасибо ребята Спасибо ребята Что я только Слепаков Но это база Сделал презентацию И поэтому Если посчитать Количество часов Которое требуется Чтобы трещь такая Прозошла Тоже достаточно Плотная работа В общем Среди 50 участников Тренинга Через 3 месяца До финиша Дошли 37 И подготовили презентацию Рассказали о своих результатах И уже в ходе презентации Самопрезентации Были выбраны победители Ребята Я занял третье место Это просто невероятно круто Я счастлив У меня есть приз Я идем расскажу позже А сейчас мы собираемся С Бостиком Двигать дальше Высыпал его корм Подготавливаю Буханочку Вот так это все выглядит Одежду поменял Чистенький Красивый Блин Салон вообще Вот это мне очень нравится Поеду когда на Алтай Вон туда поставлю Биотуалет И вообще будет Обязательно На окно Будете если спрашивать Гуглите Короче шторки Для Камаза Это реально для Камаза Шторки И вот такие еще Их очень удобно Перекидывать вот сюда Когда в лесу ночуешь Вот эту снял Квадратную Сюда хлобысь И никто уже сюда не залетает И вторая там еще есть На то окно А здесь вот такая прелесть И оно когда закрываешь Просто смотрится офигенно Скажи Молодец Ну вот немножко отъехали Буквально километров 20 И остановочку Это вообще-то секрет Но я купил 10 туй Вот тут 4 И там 6 Кстати у меня потолок отвалился Когда перегородку снял Вот 2 года И отвалилось Пришлось ящик мой Переставить сюда Ладно уже Доедем все Мы сейчас поедем в Котовск К благословенному Помните я в прошлом году был Когда в Казахстан ехал Ну вот очередной человек Если вы еще не видели Познакомлю вас Вот такой предприниматель Тоже занимается зерном Как хорошо что я вчера Из ресторана Не стал уже Нажираться блин А взял с собой То что не доел Офигенно Котлетка Паштет у нас есть еще Астраханские Грибочки С холодильниками Вообще бомба Скажи Вань Конечно На смерти будет готова Точно в срок Вы хорошо потрудились Теперь как я чувствую Теперь как я чувствую Вы хотите продолжить Поиски юного скайна Ребята что-то я так устал У Ванька там еще температура поднялась Вау Вообще Как круто что Есть вот друзья В разных городах Населенных пунктов Которые без вопросов Готовы принять Разместить Вообще супер Благословенный Если смотришь Серега Если смотришь Сын благословенного Тоже Серега То спасибо вам большое Это так классно Когда знаешь Что сейчас все будет тепло По-домашнему И офигенно Я смотрю Звездные войны Они меня вдохновляют Наполняют энергией Осталось Немножко Километров 50 Так все У ребят уже все Поехали Это же все постное Правильно? Конечно Красавчики Спасибо молодцы У ребят Кстати Сегодня 15 лет свадьбы Вот так Капус собственно производствует Кокосы? От этого нельзя отказываться А это капусы Я думал кокосы Собственно производствует Думаю что Смотрите березовый сок Мария Лексина запивала С апельсином Лимон Спасибо Поэтому действительно Вот наши плоды Это не все Да не надо Бастюнь Нормальный коток Ты просто достает Чтобы вы понимали Уже пол 11 А у нас тут Свои тайные Разговорчики Матричные Постматричные У Бастюни Нереально Сегодня Тут просто Батончик Батончик В хвост Выдает тебя Бастик Каждый раз Если по 10-балльной шкале Есть 10-балльная шкала По которой можно оценивать Ваньковское настроение Вот сейчас Оно так На четверочку На четверочку Пятерочку Где-то так Да Хорошо Следим за ним Утренняя зарядка Начинается И у Боздика тоже Давай батончик Вот молодец Молодец Хорошо Традиционная проходочка Через гараж Помните как я гонял на нем В Дагестане Джон Мелиметрон Ох и Петька Снайпер Ну дает Ну дает Все Стартуем Ребята Привет Мы приехали в храм Который строит Сергей На деньги Которые Сам зарабатывает И деньги Которые Люди Дарят И хотят участвовать В этом проекте В общем Я опять это Соскакиваю с темы Ну точнее В прошлый раз Я это залез на самый верх Но мне страшно было Капец Сейчас я вам покажу Внутри Но Ваню все Сейчас он туда Вот вы посмотрите Только Так что да По поводу кирпичика Очень интересная тема Можно Осуществить О Вон они уже где Давайте я в спокойном режиме Объясню Сергей Строит Этот храм На свои деньги И на деньги Тех людей Которым Это интересно Спонсирует И так далее Грандиозный проект Огромная Вообще Высота Самое высокое здание В городе Котовск И очень Нужны деньги Он меня попросил Чтобы я сообщил вам Кому это интересно Можно поучаствовать В этом проекте Заказать Именной кирпичик Вот такой красный Чтобы они дальше Башню будут строить Этот кирпичик Ляжет туда В башню Это офигенная возможность Для людей верующих Кому это важно Интересно И так далее Вот такая возможность есть Напишите пожалуйста мне И Ну короче Мы осуществим Эту тему Поэтому с удовольствием Рекламирую Серега Вот так Кенский блин Мой друг И предприниматель Классный Честный Все классно Исторический момент Мы сейчас поедем В гостиницу А это очередное здание Которое Сергей приобрел И будет достраивать Этажи Таков его план Мы сейчас это запоминаем У нас на часах 25 апреля 2024 года Город Котовск Окей Двигаем дальше Очередная локация Машина Здоровья Наташа Заезжаем Все Быстрый обзор Уютно Класс Все есть И даже плита Вы сами видели В каких условиях Нам с Ваней Приходилось бывать И вот например Даже город Жирновск Где последний раз Мы ночевали в гостинице За 3000 рублей Ну Это конечно Полный трэш В городе Котовск Наконец-то Появилась Нормальная гостиница Куда вы можете приезжать Все знают Тамбов Все знают дороги Какая-то усталость Ехать из Питера Там в Астрахань Или еще куда-то Из Москвы Вот теперь пожалуйста В районе Тамбова Есть место Где можно Офигенно отдохнуть И набраться сил Перед следующим рывком А наш рывок Продолжается О А это для богачей Номер Да Это уже Все Это я беру себе Все Мне нравится О Санузел Они Сагандичные Они похожи Да Вот этот номер Вообще Класс Большой Удобный И кстати Вам не придется Париться Потому что Без контактной Передачи ключей Это вообще Современные Технологии Во всем мире Используем А этот Вообще Для ультра Богачей С тремя окнами С тремя С тремя С тремя С тремя С тремя С тремя Хоп Родители Сюда Он же Раскладывается Правильно Ну и все Детишек Офигенный Вообще Супер И сколько Такой номер Стоит Где-то В район Кратишке Да Хорошо Это очень дешево Пятак Такой номер Стоит Короче У нас план Такой Серега баллотируется В мэры Каждый год Мутит Олимпиаду В Котовске Он устраивает Киберспортивные соревнования Вот например Через месяц Будет соревнование По Майнкрафту Так что все Чемпионы Съедутся сюда Будут играть И тут жить И все Пацаны тоже Будут играть Ну а что ж У нас Игорь Привет У меня подарочек У нас Мандраж Игорь с подарками К нам Вообще Смотрите Просто Чего там Игорь Открывай Получается Пирожников Не реклама Здравствуйте Вау Это местный производитель Спасибо большое Спасибо Игорь занимается Маркетингом И все что касается Социальных сетей И Яндекс Я так понимаю И билборды И так далее Это контакты Игоря У нас спасательная процедура Ваня как обычно Всех спасает Молодец Теперь у нас есть Пирожники От Игоря Спасибо дружище Это было круто Вообще Догнал нас Такой Домой Что за тачка Нас обгоняет Рукой машет Потом доперла Блин В телеграм канале Он писал Скиньте гео Я вас буду догонять Вот пожалуйста Ссылка на телегу Присоединяйтесь Мы там каждый день Обсуждаем То что происходит У меня Так Проверяю Свои туи Выпрямляются Взял Восемь штук Представляете Ну точнее У меня осталось Я взял десять А осталось Восемь Потому что Две я благословенными И здоровье Подарил Супер Пока бухалочка Разгоняется До скорости звука Подпишитесь Пожалуйста На телеграм канал Ссылка В закрепленном Сообщении И в описании Где я каждый день Показываю Новости Из своего путешествия Спасибо По Москве Я перемещаюсь В потоке БФ Гудрич Резина позволяет Как кубышка Такая Вообще Все несутся 120-110 Офигеть просто Я использую Камеру Заднего вида В постоянном режиме Ну и навигатор Он мне Очень здорово Помогает Мы не в самом центре Объезжаем Москву Справа Снизу Вверх едем И Вообще Замечательно Что Удачно Так попали Нету пробок Все Мчим дальше Бастюня Умничка По Москве Уже мы Замахали С ним ехать Проезжаем Измайлова Бастюня Ты молодец Что в Москве Что после Москвы По платке Я вот так и еду 117 115 120 Иногда Красота Буханочка Вообще Не отличается От обычной Тачки Короче Говорю Можно Смело На дальняк На ней ехать Ну естественно При условии Тотального Задротства По поводу Ее технического Состояния Я каждый Дальняк Загоняю Ее на ТО Меняем Все масла Проверяем Ходовую И так далее И каждый раз После приезда Вот я сейчас Приеду Сразу запишусь Сразу Замена масла Антифриза Прочистка тормозов Кардан Шприцевание Замена масла В раздавке В коробке В заднем мосту Опять проверим Ступичные подшипники Ремни Попрошу проверить Калинку сзади Надо смазать Ну и так далее Вот такие дела И все Каких-то там Ну условно 20-30 тысяч Плачу И я готов К новому путешествию И даже не парюсь Вот это круто Мне я готов Вообще На такой обмен Это изумительно Я иду кушать Наконец-то Просто В какой-то Пит-стоп В районе Твери Все Хорошей прогулки Еду к первому Своему Участку Вот такая Офигенная Дорога Просто невероятно 100 километров От Москвы Находится Участок Я прям горжусь Им Это реально Один гектар На берегу реки У меня не свой выход Вот здесь участок А речка здесь Вот он первый участок Река у нас с этой стороны Немножко перепутан Вот Ваня стоит Прямо около него Ну и все И туда Весь лес Целый гектар Мое Нормально Они тут сделали Вырубили Деревья И кустарники Оставили сосны И здесь такая Ну типа лужайка Клево Едем к речке Какое мы себе место нашли Вау Посмотрели мой участок Не буду вам сейчас скидывать Там в видосе увидите Главное что Речка В шаговой доступности У меня есть речка Вот от берега До дороги Земля Никогда не будет Никому продана Тут идут коммуникации Какие-то Ну типа подземные провода И все такое Надеюсь это место Останется таким Сказочным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну давай Сейчас что-нибудь Тебя еще найду Блин Я вот как обычно Назад сдавал Не увидел Поленился дождаться Когда камера включится Наехал Оторвал Дорожка Супер лесная Просто Ого У нас тут такие места Вообще Красота Это очень красиво выглядит Ребята приветствую всех Каратеев Сергей Александрович Я являюсь председателем Поселка Лисицыно Нахожусь сейчас на въезде Вот даже машины ездят На въезде в наш поселок Посмотрите в каком состоянии Дорога Вы помните тут все было в воде Подсыхает Я проехал на своем Уазике экспедиционном Еду из Астрахани вообще Напоминаю о том Что нам необходимо Да собрать Порядка 6 миллионов рублей Всего проект 12 миллионов рублей На дороге Половину собрали В личном кабинете Есть возможность Оформить рассрочку Это 10 минут у вас займет Какие-то минимальные денежки Заплатите И уже начнется строительство Чтобы дорогу превратить Хотя бы вот что-то Подобное И мы с вами уже Осенью смогли проехать На наши с вами Участки Вот так Всем желаю супер дня Отличного настроения Переходите в личный кабинет Делайте Манипуляции И погнали Все это делать Своими руками Мы в Питере Ребята Спасибо всем Монтирую фильмы Монтирую фильмы Отдыхаю Ждите Это будет просто Во Вот такие фильмы Все Пока Спасибо ребята Ну что Открываем Холодильник Вот тебе еще подарок Отменить За мной Иду монтировать Видос до конца Мы гуляем в лесу Бостик После Перевязки Ричи Настаивает Чтобы его На поводке Вели И еще И Рита Маленькая Вот такая Собачка Соседская Пришла Вот выгуливаем Всех